А сейчас, получается, вот эти спорные территории – это чистый лист, на котором можно построить новую систему взаимоотношений в интересах всех. Но социопаты постоянно будут рваться, коррумпанты будут рваться, жулики, мошенники – они все будут идти за властью, потому что власть предусматривает вас. Арнольд, а куда там их деть, социопаты? Мы же их не сожжем в 50. Их вылечить надо, Алексей, вылечить. Тем более мы знаем методики уже их опознавания. Виктория, разочарую, социопатия не лечится, она передается по наследству. Мы будем продолжать делать все для того, чтобы восторжествовала новая система, которая принесет пользу всем. Да, мы это делаем для себя, но мы открыто говорим, мы это делаем для себя, для людей, которых мы знаем, для людей, которых мы уважаем. Но если то, что мы сделаем для себя, понравится всем остальным, мы не против, чтобы остальные присоединились к нашей системе. Я знаю, чем вы угрожали Центральному разведывательному управлению. Я про это прекрасно знаю. Поэтому меня убеждать не надо. Вы расскажите товарищам, которые нас слушают и смотрят, что ваша позиция – это не позиция ЦРУ, или Ми-6, или ФСБ, или БНД. Это позиция человека, который все взвесил на своих весах и пришел к определенному выводу. Как только закончатся боевые действия и народ поймет, что происходило в Украине за этот период, я не думаю, что Зеленскому будет хорошо. Друзья, мы доносим до вас мнение осведомленных людей и хотим в ответ услышать не истерики, а решения. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Перехват управления». У нас сегодня в студии Алексей Продавка, социальный следователь. И по скайпу у нас Арнольд Бабрис, офицер латвийских спецслужб в отставке. Здравствуйте, Арнольд. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, товарищи. Тему мы с вами продолжаем, так как прошлое видео у нас было недозаписано до конца и много мыслей осталось за кадром. Зрители у нас ругаются на то, что, говорят, канал переобулся, что мы виноваты и идем не той дорогой. Это все насчет Крыма. Поэтому, друзья, давайте все-таки разберемся, что правильно, что неправильно. Мы всего лишь даем нашим зрителям какую-то точку зрения и не навязываем ее, а именно доносим, что вот у латвийских спецслужб есть такая точка зрения. А вы делайте свои выводы. Алексей, вам слово. Арнольд. Здравствуйте. Товарищи переживают, что вы отдали Крым, который они уже считают своим. Они имеют право на это переживание. Согласны с этим? Ну, они имеют право, да. Но напомним, да, Украина подписала договор о отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности. Правильно? Правильно, правильно. Правильно. Ну, знаете, тяжело отдавать то, что уже лежит в твоем кармане. И то, что люди непосредственно приняли единогласно практически. Да. Ну, когда у вас будет другая власть, да, то есть и вас, скажем так, когда введены определенные войска и территория контролируема, результаты референдума можно предугадать. Раз. Во-вторых, вопрос наблюдателей. Я сам в Латвии неоднократно возмущался, да, и ругался с нашими руководителями. И руководителями, где я их обвинял в том, что недостаточно была возможность контроля за результатами выборов. Я даже публично сказал, что я считаю, что была фальсификация. Не могу это доказать. Ну, на самом деле, я тоже должна донести свою точку зрения. Я, конечно, против сдачи Крыма. Я также радовалась, что наконец-то что-то изменилось в нашей жизни. Но другое дело, что я точно знаю, что там не все так же благополучно. Там вырубаются леса, какая-то коса, которая там, достаточно заповедное место тоже уничтожается. Но это все делается руками олигархов для застройки. Это мы все прекрасно понимаем. Но давайте, наверное, тему вы хотели... Олигархи – это чьи граждане? Хочу вас спросить. Ну, до этого были олигархи украинские, сейчас олигархи российские. То есть флаг меняется, а суть остается. Те рубили, и эти рубили. Да. Вот я хочу предложить, может быть, нашим зрителям, да и вам тоже, может быть, стоит все-таки определить врага? То есть враг у нас точно не Украина и не Россия для Украины. Враг у нас другой. Я так понимаю, что этот враг находится в Англии. Но это как я предполагаю. Может быть, объединить свои усилия каким-то способом, я уж не знаю, есть же там тоже разумные люди, и направить туда наши усилия. Может быть, это более правильный выход? Я предлагаю найти не врага, а найти партнера, друга и товарища. Так будет правильно, да? Враг сам растворится... Это вообще замечательно. Враг сам растворится в нашем партнерстве, если мы найдем эту точку соприкосновения. Хотел бы про Англию сказать, которую вы упомянули в Суе. В Англии, в Лондоне, насколько я знаю, приблизительно проживает 200 тысяч российских граждан. Давайте проведем среди них референдум. Они признают Лондон, вообще как бы территорию Российской Федерации, уверен в этом на 99%, если с ними хорошо поработать. Правильно? С другой стороны, через день они сделают ровно противоположное признание, если с ним опять-таки хорошо поработать. Давайте на примере Лондона продемонстрируем, что такое референдум, что такое общественное мнение и как этим общественным мнением возможно манипулировать. Согласитесь, Арнольд, что одно дело рассказывать, что вы там что-то рассказываете, или я рассказываю, или наша победа что-то рассказывает. Другой вопрос показать. Вот смотрите, вот сейчас 99% за, а на следующий день 99% против. Согласны, что мы можем продемонстрировать такую вот как бы лабораторную работу. На примере Лондона. Давайте с ними согласуем и покажем, как этот механизм работает. Вы за, Арнольд? Я скажу да. Да, потому что технологии манипуляции отличные, потому что будут специалисты, которые вам докажут, что белое-черное, черное-белое, а через день докажут вам обратное. И люди поведутся. И в комплекте еще с тем, кто будет организовывать, кто будет считать голоса. То есть результат можно предположить, что будет как надо. Тем более цифровые технологии. Но, Арнольд, это тогда как бы прямо противоположная точка зрения, да? Потому что вы говорили, что Швейцария или Швеция... Швейцария. Вот, живет как раз какими-то технологиями референдума. Арнольд имеет право на изменение точки зрения, как и все остальные. Арнольд, говорите. Стоп, стоп, стоп. Во-первых, в Швейцарии кантоны, да? То есть самоуправление, да? Во-вторых, у них традиции, да? То есть демократии выработанные. А в-третьих, то, что я вам говорил, что там есть так называемые вооруженные силы, где у каждого взрослого человека, мужчины, да? Дома стоит полная боевая экипировка. То есть если что-то пойдет не так, они могут выступить против, если они увидят. Ну, как-то там уже потенциально... Ну, как вам лучше объяснить? С детства они знают, что такое демократия. С детства они знают, что такое референдумы. Если кто-то из политиков соврал, да? То есть они могут собрать референдум и его смесить. Если они видят, что что-то идет не так, тут же будет референдум, и тут же нерадивый политик будет убран. Это мы возвращаемся к изначальной беседе, которая у нас с вами, Виктория, была, да? По поводу социопатов, да? То есть даже самое главное не столько олигархи, да? Сколько убрать из власти социопатов, негодяев и туда отправить достойных, правильных, хороших людей, которые будут заботиться о населении, о людях. Сейчас там в основном сидят кто? Те же самые социопаты. И что вы хотите? Независимо от того, это демократический строй или авторитарный режим. Без разницы. Но тогда получается, что это не вопрос Крыма или какой-то другой такой же территории. Это вопрос именно психиатрии? Нет. Опять-таки возвращаемся. Вы понимаете, социопат идет во власть. То есть нет слаще наркотиков, чем власть, говорил Ниша. И он прав. Другое дело, что если социопат будет понимать, что ему надо будет отвечать лично за то, что он натворил, то есть он 10 раз подумает, нужна ли ему эта власть. Потому что, посмотрите, одна из самых плохих вещей сегодняшнего строя, то, что политики отвечают только, скажем так, политически. У них только политическая ответственность. У них нет реально ответственности. Ни у кого. Абсолютно. Вот посмотрите. Назовите мне хоть один пример, когда политики отвечали бы перед народом. Это революция, это бунты, это восстание. Я вам могу привести пример. Алексей Навальный. Он отвечает перед народом. Только, скажем так, он не во власти. А, ну, это уже не наши проблемы. Это его проблемы. Правильно? Но он политик, политик. Мы же говорим про политиков. Я хочу вам чуть-чуть помочь и вас расшифровать. Ваш тезис всем понятный. Винтовка рождает не только власть, но и контроль за этой властью. Правильно? Маудзедун говорил, винтовка рождает власть. А вы, продолжая его тему, говорите, винтовка рождает не только власть, но и контроль за этой властью. На примере Швейцарской конфедерации. Правильно? Правильно. Вот, отлично. Я вам просто помогаю ваш имидж немножко исправить. Потому что вас здесь кто только в чем не обвиняет. Говорит, что вы работаете на этих, на тех. А я говорю, Арнольд ни на кого не работает. На него работают многие. А он сам по себе. В этом его своеобразие. Согласен. Есть такое. Спасибо, Алексей. Друзья, еще хотела обратиться к нашим зрителям. Потому что канал для смелых и бесстрашных. Поэтому вот эти высказывания в наш адрес, что мы переобулись или на кого-то работаем. Друзья, мы всего лишь доносим точку зрения и правду. Правда у Арнольда такая. Это ваше дело, принимать или не принимать? Я немножко даже постараюсь объяснить, почему Крым надо вернуть Украине. Почему? Потому что если хоть одна часть территории, которая была до 1991 года, до подписания соглашения, то есть останется под юрисдикцией Российской Федерации, в будущем это всегда будет использоваться как причина конфликта. Посмотрите, что сейчас происходит в Израиле. Вот вам один из наглядных примеров. Скажите, Россия готова к тому, что будет такая же конфликтная ситуация между Украиной и Россией на как минимум 50, а может быть даже 100 лет, а может быть вечно. Это нужно? Это только для того, чтобы сказать, что Крым наш? Вы понимаете разницу? Мы понимаем. Зеленский провозгласил, что Украина – это новый Израиль. Значит, получается, в этой ситуации Россия – это новый Хамас. Правильно? Вот нас, нам не нравится. Россия нам не нравится то, что они Хамас, а Украина – Израиль. Они бы хотели поменяться местами, чтобы Россия была новым Израилем, а Украина была новым Хамасом. Ну, по-любому, те, которые находятся вовне, будут этим манипулировать и использовать. Назовите мне хоть одну положительный момент, который получила Украина и Россия в результате этого конфликта, начиная с 2014 года. Падение экономики, вражда, межнациональная рознь. И еще раз повторю, на этом зарабатывает только Китай и Америка. Тогда вопрос. Это будем продолжать? Это та цель, к которой стремимся? Или хотим получить консенсус, развивать экономику, улучшать благосостояние и жить в мире и в дружбе с соседями? Арнольд, то есть вы утверждаете, что политический режим Российской Федерации, то есть режим Владимира Путина, работает или на Китай, или на Америку, или на них вместе взятых. Так? Результат действий привел к тому, что бенефициар этого конфликта Китай и Америка. Ну, если я делаю что-то, что приносит пользу не мне, а кому-то Китаю или Америке, на кого я тогда работаю? Не на себя же? Получается, да. Вопрос осознанно, неосознанно. И как в прошлый раз мы говорили, вопрос, кто подтолкнул к этой ситуации, правильно? Ну, знаете, что я вам скажу про слово подтолкнул? Если я куда-то не хочу идти, меня толкай, не толкай, я туда не пойду, да? Если кого-то подтолкнули, и они туда пошли, это по большому счету их проблема. Но получается так, что их проблемы стали нашими общими проблемами. Совершенно верно. Алексей, если мы видим, что мы идем в неправильном направлении, встать и сказать, да, я ошибся, мы пошли в неправильном направлении, мы меняем курс, мы меняем ситуацию, да? А если это не принимается, то есть это не делается, делаем вывод, что, может быть, такова и есть та задача конечная, правильно? Да, правильно. С вами нельзя не согласиться, Арнольд. Поэтому те, которые говорят, нет, Крым наш, да, будем биться до последнего человека, да, то есть вопрос. На кого работаете? Что вы делаете? Думайте. Зачем вам это надо? Арнольд, вы меня спрашиваете, вы сами можете ответить на этот вопрос, на кого работает политический режим Владимира Путина? Скажите конкретно. Если не знаете, на кого конкретно, на Китай или на США, скажите, возможно и на Китай, возможно и на США, возможно и на Китай, на США. А может быть, на глобальные силы. Ведь не раз говорилось, что почему-то в Российской Федерации все пожелания Всемирной Организации Здоровья, да, то есть ВОЗа, да, то есть выполнялись, ну, беспрекословно. Хотя многие уже до того знали, что это будет афера, что будет заставлять п***аться, что под это будет дрессировать людей, да, то есть будет отниматься права человека, ограничиться свободой слова, да, то есть дрессировка-то производилась. Извините. Глобальные силы – это кто? Вот назовите их, а то все, глобальные силы, назовите их, кто это? Ну, хорошо. Да. Сейчас ты сам можешь почитать, да. Нет, я могу, но я хочу, что вы назвали, я могу. Федеральная резервная система. То есть кто? Федеральная резервная система? Да, банковский сектор. Банковский сектор. Смотри, почему в Ютубе, допустим, запрещены, запрещены есть цензура по поводу к***, да. Почему эта тема сразу заглохла? Почему ее сразу загасили, да? Ну, кто ее раскрутил, тот потом ее и погасил. Это же обычно. Нет, на самом деле погасили-то еще как. То есть все ролики на Ютубе с этой темой блокируются. То есть эти слова нельзя произносить, а это же тоже глобальная сеть, в принципе, Ютуб. Вы почему заданию работаете, когда произносите эти слова? По-собственному. Вот это важно. Это важно. Да. Алексей, я повторю, что в принципе первично, да, то есть это права человека, да, и наши гражданские свободы. И как вы, ну, скажем так, как люди не могут не заметить, что идет наступление на гражданские права? В ваших же передачах идет разговор о том, что экофашизм, да, тоталитаризм навязывается, ограничение свобод, да, то есть посмотрите, попробовали... Не пошло. Попробовали с войной, потому что под марочкой войны можно тоже ограничить свободу, мобилизация, то есть ограничение и все остальное, да. Экофашизм, то же самое. И посмотрите, за всем этим стоят те, которые декларируют сокращение населения, да, то есть ограничение, тот же самый инклюзивный капитал, да, то есть человек нигде. Секундочку, фашисты, фашисты это кто? Какой режим? Режим Путина или режим Зеленского? Потому что они друг друга обвиняют в этом, а вы скажете, кто? А то мы говорим фашизм, он у нас где-то в воздухе повис. Мы его говорим глобальный на самом деле. Мы говорим про глобальный фашизм. В конце концов, может оказаться, что кукловоды одни и те же самые. Понятно. То есть мы говорим фашизм глобальный, а Путин и Зеленский это его дистрибьюторы. Правильно? Я вас правильно понимаю? Вы можете об этом говорить? Говорите, Арнольд. Я не могу, вы можете. Ладно, Алексей. Мы не можем утверждать, но все показывает, что так оно могло бы быть. То есть косвенные факторы показывают, что так есть. А мы ничего не утверждаем, мы высказываем свое мнение. Мы высказываем мнение, предположение. Но это очень правдоподобное предположение. Для того, чтобы утверждать 100%, даже судья и прокурор в суде не могут на 100%. Тоже они ссылаются на факты, на какие-то доказательства, улики и все остальное. Арнольд, а Латвия под каким управлением? Я... Колониальным. У нас нету национальной экономики. У нас нету национальной политики. У нас с момента вступления в НАТО, то есть когда пришла партия «Новое время», там все согласовывалось с американцами. Без вариантов. И все пожелания, да, то есть как бы выполнялись беспрекословно. Поэтому я считаю, что независимой Латвии, как независимой, с нашими национальными интересами, ее нету. У нас... Кто митрополия в вашей колонии? Вот если Латвия – это колония, кто митрополия? Назовите ее. Митрополия кто? Есть часть Евросоюза, есть Америка. То есть вас разрывают на две части, правильно? У вас две митрополии. Так, если мы смотрим, есть... Какое-то время в Латвии всем управляли соросовские ставленники. Средства массовой информации были наполнены соросятами. Сейчас соросу ходят и приходят люди Блэк-Рока. Два основных банка, которые в Латвии – Цитадер и Луминор, принадлежит Блэк-Рок. Они сейчас попытаются потеснить шведские банки, которые в Латвии тоже еще как бы присутствуют. То есть финансовый сектор понемножку подминается. Но с другой стороны, если мы смотрим на Латвию, в Латвии практически, кроме территории, почти ничего интересного не осталось. Часть населения выехала. То есть из 2,5 миллионов у нас где-то 800 тысяч выехало. И на сегодняшний день считается где-то миллион 800 жителей. Но это с учетом того, что статистика может быть не точной, потому что очень многие работают на заработках за границей. Мы одна из самых бедных стран Евросоюза. То есть у нас одна из самых маленьких плотностей населения. Поэтому экономика, мы уже не можем жить, Латвия не может жить без подпитки, без займов. То есть каждый год мы дополнительно одалживаем деньги. То, что у нас сделали с банковским сектором, то есть это образцово-показательный пример, когда банк АБЛВ обвинили, что в нем отмываются северокалерийские деньги. Буквально банк был разорен, потому что из него начали оттекать деньги. То есть его фактически обанкротили. Естественно, отмывки северокорейских денег не нашли, но после этого объявили, что Латвия должна провести капитальный ремонт банковского сектора. После этого из Латвии было выгнано, из маленькой Латвии было выгнано 9 миллиардов денег из банков. Естественно, вы понимаете, что это был кредитный ресурс, который использовался. Все латвийские банки были подчинены жуткому контролю. То есть откуда перечислять, что перечислять. Проблема оказалась в том, что на тот момент через Ригу проходил 1% мирового доллара оборота. 1%. Да, это не были те грязные деньги, которые там отмывка денег по оружию, по наркотикам. Да, они такие, можно сказать, серые, но не грязные, не настолько грязные. Не белые, но и не черные. Правильно? Серые. Ну, а как вы думаете, куда эти деньги ушли? Конечно, они не пропали, они упали в другие зоны, где они сейчас успешно работают и служат на интересы экономики. Потому что деньги – это кровь экономики. Как только деньги оттекают из страны, экономика падает. Да, видите, в Советском Союзе Латвия жила лучше всех, лучше других республик. А сейчас, получается, в Евросоюзе вы живете хуже всех. Но, опять-таки, возвращаемся к вопросу личной ответственности. За деньги налогоплательщиков содержатся политики, государственный аппарат, чиновники, которые должны выполнять интересы налогоплательщиков. В данном случае, то есть, благодаря ставленникам, они служат интересам метрополии, но ни в коем случае не самой Латвии. Поэтому мы это и наблюдаем. Поэтому я постоянно напоминаю, что надо ввести ответственность политиков и чиновников за их дела и за невыполнение предвыборных обещаний и за обман населения по государственным вашим вопросам. Поскольку средства массовой информации в основном контролировали соросовские ставленники, то есть, вы сами понимаете, что пиар для нужных депутатов был обеспечен и был черный список людей, политиков, которых нельзя было допускать в эфир, и которые не могли повлиять, не попасть в политику. То есть, были созданы идеальные условия естественного негативного отсева. То есть, нужные люди проходили в политику, ненужных снимали с трассы уже на, скажем так, даже до выборов. Арнольд, все-таки я хочу вернуться к вопросу о роль Англии во всей этой глобальной системе. Может быть, все-таки там корень зла? Ну, вы понимаете, берем любую страну, и у нее будут интересы. Их интересы должны заканчиваться там же, там, где начинаются другие интересы. И я не могу обвинять Англию, Америку в том, что они делают. Я могу обвинять наших политиков и чиновников в продажности и в предательстве. И то же самое советую и вам. задавать вопросы вашим политикам, вашим чиновникам, вашим руководителям, где же ваши национальные интересы. Вопрос, в ваших ли государственных интересах продолжение войны с Украиной и заявление, что Крым наш. То есть создавать этот очаг конфликта, продолжать его, манипулировать им, ура, патриотами, и посмотрите, к чему это все приведет в конечном итоге. Я с вами согласен, Арнольд. Когда вам показывают в ресторане меню, это же не факт, что вы должны брать все из этого меню. У вас должна быть возможность выбора. Поэтому каждый имеет право влиять на вас, говорить, купи это, купи это, или возьми это, или возьми это. Но право каждой страны делать свой осознанный выбор. Сейчас мы видим, что этот осознанный выбор делается не в пользу граждан этих стран. Правильно? А это значит, что просто государство или те, кто у власти, подсадили на определенный крючок. Да. Давайте разберемся, на какой крючок. Арнольд, на какой крючок подсадили латвийское государство? На кредитный. На кредитный. Конечно. Одно дело кредитный. За это время произошла подмена демократии, демократии, тоталитаризму. Каким образом? Вы понимаете, демократия это разделение судебной, исполнительной, законодательной власти, независимой средств массовой информации. Что так это тоталитаризм? То есть это концентрация власти в руках одного человека или группы людей. В данном случае капитализм, то есть капитализм, с которым мы сталкиваемся, глобальный капитализм, это Black Rock, на сегодняшний день основной игрок, в руках которого концентрируются финансовые инструменты, влияние на Всемирные Организации Здравоохранения, на тот же самый МВФ и через те же самые глобальные средства массовой информации. Посмотрите, все глобальные финансовые институции влияют во всем мире. Единственное, где они немножко обламываются, это на Китае. Поэтому мы видим, что сейчас идет разделение на двухполярный мир между Китаем и, так условно, скажем так, с Западом, где командует фактически на первом месте Black Rock, но так или иначе они все взаимосвязаны. Зритель просто канала Арнольд хочет разобраться, кому вы ближе, к БНД немецкому, к Ми-6, британскому, или к ЦРУ американскому. В спецслужбах нету военных званий, поэтому это чисто гражданские учреждения. Во-вторых, во-вторых, они же имеют право на вас влиять, правильно? Они же имеют право на вас влиять. Алексей, свобода человека начинается тогда, когда у него есть право выбора. Когда у него отнимают право выбора, человек чаряется в свободу. Свобода – это очень дорогая игрушка. Напомню, я всё время повторяю. Люди, боритесь за собственные права, за свою свободу. Если вы потеряете свободу, вы потеряете и безопасность, и независимость, и вы станете рабами. Это самая главная ценность. Это то, что я всем повторяю и продолжаю говорить. В какой-то период я же тоже людей подымал, потому что понимал, к чему это приведёт. Слава Богу, удачно. Мы сопротивлялись, мы удачно сопротивлялись. Да, я, чтобы вас реабилитировать, как ваш адвокат, могу сказать, что я был свидетелем, как на вас влияли сотрудники ФСБ и службы внешней разведки России. Поэтому это ни о чём не говорит. С одной стороны на вас влияют оттуда, с другой стороны отсюда. Китайцы на вас наверняка тоже влияют, правильно? Вы же неоднократно были в Китае, и в Иране, и иранцы на вас влияют. Кто только на вас, Арнольд, не влияет. И разобраться в этом пучке непросто, непросто. Поэтому я бы сказал, что Арнольд это монокультурный некий феномен, на которого все влияют, он всё это через себя пропустает и сублимирует. У меня же крылышки растут. Да, хорошо. Мы вам их сейчас подпалим, Арнольд, это мы вас расслабили чуть-чуть. Да. Хорошо. Так что, да, конечно, правду говорить очень сложно. Надо быть готовым, что не все готовы её принять. Надо быть готовым к тому, что тебя будут оплёвывать, поливать грязью, потому что влачь имущие, да, они не заисованы в этой правде. Но люди сами должны за неё бороться, сами должны понимать. Вы же знаете, например, мою позицию, я вам её неоднократно озвучивал. Я говорил, что отдавать кому-то что-то, отдавать Крым или там отдавать арабам какие-то территории, на которые они претендуют, или отдавать евреям какие-то территории, на которые они претендуют, это не выход. Мы всё равно будем тогда сталкиваться с тем, что какая-то группа национальная или какое-то государство будет этим недовольна. Это будет постоянно тлеющий конфликт. Я всё-таки настаиваю на том, что давайте какую-то новую форму разработаем, новый алгоритм решения подобных вопросов. А эти вопросы везде. И в Грузии, и в Молдавии, и в Израиле, и между Таджикистаном и Киргизстаном покажите мне какие-то страны, между которыми нет каких-то конфликтов. Это и Индия, и Китай. И нам нужно выработать какой-то общий алгоритм решения подобных вопросов. Иначе это постоянно тлеющая напряжённость, которую кто-то будет использовать в своих интересах. А новый алгоритм это такой. Мы никому ничего не отдаём. Да, вот рубль, который выпал из кармана Украины, это уже не украинская гривна, это рубль. Но пусть этот рубль, пусть этот рубль будет не украинским, не российским, а чем-то третьим. Пусть какая-то новая форма социальной организации стабилизирует эту ситуацию и скажет, здесь могут спокойно и свободно работать и русские, и украинцы, и жители других национальностей, вот в соответствии с таким-то алгоритмом, который контролируется такими международными организациями. Предположим, вот, например, Виктории не нравится СБСЕ или ООН. Конечно, я с ней согласен, к ней много вопросов. Давайте создадим новую международную организацию. А что такое создать? Давайте, скажем, Украине, давайте вот создадим с вами новую международную организацию, выработаем алгоритм решения подобных вопросов. К этому алгоритму возможно присоединяться и Армения, и Азербайджан, и Таджикистан, и Киргизстан, и Молдавия. И все другие, кто заинтересованы в решении подобных вопросов. И эта организация будет неким таким контролером объективным той ситуации, которая происходит на спорных территориях. Алексей, только один момент, да, то есть ООН была создана именно после победы. Поэтому разве можно вот... То есть нельзя зачеркнуть победу? Нет, в стране, которая, в принципе, не суверенно создавать какую-то организацию, как наша, как также и Украина. Вот надо, наверное, сначала победить и только потом создавать какую-то организацию. Такая точка зрения имеет место быть. Но вот проблема в том, что я считаю, что победить невозможно. Вот представьте себя, вот смотрите, вы меня хорошо знаете, вот вы можете меня победить? Нет. Вы со мной что не делаете, я скажу, вот моя точка зрения такая, она другой не будет. Но это не мешает нам решать вопросы друг с другом, согласитесь. И ваша точка зрения отлична от моей, и это хорошо. Многие говорят, это плохо, давайте все придем к одной точке зрения. А я говорю, хорошо, когда разные точки зрения, но давайте на этих разных точках зрения построим новую систему взаимоотношений. Хорошо, для этого Украина должна понимать, кто враг на самом деле. Понимает ли Украина? А что такое Украина? Секундочку. Это Зеленский, или, условно говоря, людей, которых я там хорошо знаю в Украине. Но люди хотя бы понимают? Я знаю, некоторые понимают, но не все. Вы же сами понимаете, что значит понимать. Когда я сейчас буду читать лекцию по высшей математике, кто-то будет понимать, а кто-то не будет понимать. Жизнь же сложная штука. Но людям не нужна лекция, им нужно показать, смотрите, вот мы создадим за это время то-то, 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 это приведет к таким-то результатам, которые вы увидите не через 20 лет, а через год. Я вот гарантирую, что если мы пойдем по пути создания некой международной экстерриториальной территории, под новыми флагами, под новой программой развития, которая не наследует все проблемы и пороки старых национальных государств, то мы покажем результат через год. Не надо будет ждать 20 или 30. Мы скажем, никто никого не убивает. Есть инвестиции, есть возможность реализовать свои планы. Никто у вас не вымогает взятку за это. Режим не коррупционный, потому что, когда мне говорят, что вот там давайте по-украински, в Украине коррупция, давайте по-российски, а что в России нет коррупции. То есть зачем нам брать примеры, которые не могут решить свои вопросы. Давайте создадим на чистом листе, а сейчас получаются вот эти спорные территории, это чистый лист, на котором можно построить новую систему взаимоотношений в интересах всех. Кто строить будет? Вы, да я, да мы с тобой. Вот Арнольд готов. Арнольд, вы готовы быть строителем. У нас нет политической воли. Сейчас я вам расскажу про политическую волю. Алексей, мы в прошлый раз этот вопрос разобрали, но надо быть... Нет, мы не до конца разобрали, давайте еще разберем. Хорошо. Соответственно, согласен, что такой вариант может быть, что есть спорные территории, которые не переходят ни российской, ни украинской стороне. То есть они становятся как бы независимыми. Вопрос, кто будет формировать это правительство, кто будет формировать и как, и под какой идеей это все будет формироваться, делаться. Потому что только Россия с Украиной может договориться о том, что, во-первых, они на это идут. Раз. Второе. кто будет контролировать эту территорию в период, скажем так, формирования, да, и какие будут идеи. Идеи, допустим, гражданского общества, да, которое само будет управлять этой территорией, народовластие, да, то есть человеческие права, свободы, да, то есть, может быть, золотой стандарт, да, чтобы никакая там печатная машина не могла повлиять, да, то есть на экономику и все остальное. Самодостаточность этой страны, да, то есть территорий, да, то есть все вот эти нюансы, да, это должны обе стороны договориться. И тут мы сталкиваемся с тем, что не авторитарные режимы, да, не капиталистический инклюзивный капитал такого эксперимента не хочет, не хочет, но пробовать надо, говорить надо. То есть, опять-таки, если возвращаемся к теме, идеальный вариант, да, то есть человек там был свободен, чтобы он мог повлиять на политику, то есть, соответственно, это что? Это новая система образования государства. То есть, это выборы, референдумы, право ношения оружия гражданам достойным, нормальная самодостаточная экономика, самодостаточность, минимальная зависимость от внешнего мира, то есть, добрососедство, ну и ответственность политиков, чиновников, жесткая. Меня всегда... Как Сингапуре, Сингапур хороший пример, кстати. Ну, давайте пока, как бы вот даже без примеров, потому что таких примеров на самом деле и нет, да, мы говорим о некой новой, новой форме социально-экономической организации. Меня всегда веселит, когда кто-то говорит, кто-то не хочет, вот смотрите, кто-то не хочет, чтобы я сейчас поднял чашку кофе и сделал глоток, а я вот сейчас возьму, подниму и глотну, кто меня остановит, Арнольд, да, кто меня, вот все здесь присутствующие, ты мне помешаешь сделать этот глоток? Я думаю, нет, Арнольд, Виктория помешает, она мне тоже не помешает. Когда вода будет по счетчику, то есть, будет тотальный конволь, тогда те могут... Вы меня не пугаетесь, если мы начнем пить кофе, нас уже никто не остановит, вода будет хорошая и кофе будет хороший, не надо там забегать на три километра вперед, пока мы еще идем вот здесь вот, да, первый метр, а вы нас уже испугали, что будет через 10 километров, давайте хотя бы пройдем 100 метров. К чему стремятся? К чему стремятся? Контролировать ресурсы, контролировать твою свободу. Арнольд, да мне все равно, кто к кому стремится, я был свободен и при советской власти, и когда все говорят, нас кто-то заставлял при Ельцине, меня никто не... Я делал, что хотел, и сейчас я делаю, что хочу. Вот вы мне скажите, кто меня может остановить, Арнольд? Вы же меня знаете. Кто меня может остановить? Вот кто? Да, вот кто? Скажите, Арнольд. Дайте мне список, кто меня хочет остановить, и мы вернемся к этому разговору через некоторое время. Я поняла вас, нам нужны люди, те, свободные люди, которых нельзя остановить, правильно? Я бы сказал, даже не свободно. Есть такое русское слово воля, да, оно отличается от свободы. Воля, это когда я хочу и могу, а свободы, это когда вроде бы у меня что-то есть, но я этого не хочу. И не знаю, как этим пользоваться. Или не знаю, как пользоваться. Мы не можем сделать так, чтобы каждый человек, который живет в наших государствах, мог пользоваться своими правами. Это он занимается своими вопросами, и мы не можем сделать из него профессора по пользованию прав. Но мы можем сказать, вот давайте сделаем так, это приведет через год к таким результатам, через два года приведет к таким результатам. Если у людей это устроит, значит, они скажут да, вот они сказали, они сделали. Если мы этого не сделаем, мы не будем дожидаться, как политики говорят, а пусть меня выберут, перезберут. Через год, если у меня это не получится, я скажу, я обещал вот это, не сделал вот это, я ухожу. Все. К тому же, меня всегда веселит, когда кто-то сидит 20 лет у власти, не будем называть его фамилией, да, и он боится от этого стула отойти. Вот поверьте, мне, я сидел в разных кабинетах, после того, как я сидел месяц, я отходил от этого стула и делал все, что хотел. Понимаете, я делал даже больше, чем когда я сидел на ином стуле. Почему? Не стул, не стул рождает власть, и не место в какой-то конституции рождает власть, а твоя воля, желание что-то сделать, и то, насколько то, что ты делаешь, совпадает с интересами других людей. Мы же никогда не делаем что-то, что только в наших интересах. Я мог бы, конечно, сказать, что да, ситуация в Украине, меня интересует, потому что у меня там мать, отец, сестра, многие мои хорошие знакомые, но и здесь тоже многие мои родственники и хорошие знакомые, да. Поэтому все, что я делаю, я делаю для себя, для них. Но если это кому-то понравится, то, что мы с вами делаем, или то, что мы с вами собираемся сделать, мы же не против. Пусть они как бы идут по нашей дорожке, цепляются к нашему локомотиву своими вагончиками и едут. Кто первый прицепится, тот будет ехать мягким классом первым, а кто последним, тот, как всегда, эконом-классом. Другого варианта нет. Арнольд, я вижу, вы расслабились, теперь скажите все-таки, влияет ли на вас центральное разведывательное управление? А я потом дам комментарий на этот счет. Ну ладно. Алексей, да, такая модель могла бы быть. Соответственно, должна быть, опять-таки, воля с двух сторон. То есть Украина и Россия должны договориться, что это будет нейтральная территория, независимая территория, и там будет проходить условно, в хорошем смысле эксперимент, чтобы проживающие там люди хотели. Да, все межнациональные конфликты решаются над национальными идеями. Если людям будет сказано, показано, что вы сами сможете управлять своей территорией, у вас будут права, да, и, конечно, обязанности, и ответственности. И тогда можно пробовать, потому что должна быть мотивация. Зачем этим людям, проживающим на этой территории, это необходимо? Если это будет классический капитализм, да, то есть, ну, это одно. Если им покажут, что все в ваших руках, только от вас зависит, может появиться мотивация. Мотивация. Подождите, а что значит Украина и Россия? Вот мне это непонятно. Кто должен договориться? Путин и Зеленский? Так они никогда не договорятся. Украина, вот я, условно говоря, Россия. В Украине есть люди, которых я хорошо знаю, которые говорят, да, интересно, давайте это делать. Значит, нам надо создать какую-то орг-структуру, условно, как ее назовем, неважно, да, назовем ее, например, Союз социальных соглашений. Туда войдете вы, я, войдут украинцы, и они скажут, что да, есть план, мы этот план поддерживаем, да, если мы будем видеть, что этот план поддерживается в России, в Украине нам никто не нужен, понимаете, мы это сделаем. И мне все равно, кто тут что-то будет мешать, кто-то что-то будет на меня влиять, это их проблема, да, хотят пусть влияют, хотят пусть мешают. Это не мои вопросы, это их вопросы. Я просто про то, что пока мы будем уповать на какую-то гипотетическую Украину, Россию, мы будем стоять на месте. Кто, кто это будет делать, кроме нас? Давайте создадим Союз социальных соглашений. Скажем, что мы можем реализовать какие-то сроки этот вопрос. Давайте создадим контактную группу, куда войдут россияне-украинцы. Если выработает нами план, поддержит большинство населения России, Украины, неких спорных территорий, которые мы сейчас определяем, то почему и нет? Кто меня остановит? Что мне скажут, что люди, граждане поддержали, а мы вас остановим? Пусть тогда попробуют остановить. Звучит хорошо. Вы согласны вступать в наш альянс? Я всегда готов. Вопрос в том, что, допустим, мы провозглашаем, но вооруженные силы с одной или с другой стороны будут продолжать операцию. Если не имея оружия, то есть не имея контроль территории, контроль над территорией, это, скажем так, наши пожелания. Другое дело, что конфликт заходит в тупик, в тупик, обе стороны понемножку начинают понимать, что это ничему хорошему не приведет. Будет просаживание экономики одной стороны и второй стороны. То есть и даже глобальщики тоже посмотрят, что надо сажать за стол переговоров, о чем-то договариваться. И проблема в том, что им очень сложно найти компромисс, потому что украинская сторона не готова отдать ни одной части своей территории. Они ничего не будут давать в нашем плане? Ничего не будут давать? Они дадут мне в управление эту территорию? Со своей стороны уступить ничем. Соответственно, нужен компромисс. И мы можем только на сегодняшний день говорить о том, что да, такая идея существует, есть такое предложение, мы должны ее выпустить в эфир, собрать критическую массу людей, которые начнут над этим задумываться, задавать вопросы. И когда она наберет критическую массу в обществе... А что такое критическая масса? Вы мне объясните. Вот 5 тысяч человек это критическая масса? Нет, Алексей. 5 тысяч человек это критическая масса? Или нет? Значит, в природе, да, в природе есть такая стандартная штука, как 10% плюс. Мы, люди, стадное животное. Стадное, так же, как все остальные. И уже доказано... Вы меня уже животным обозвали. Я уж не говорю про остальных. Вы нас прямо обижаете напрямую. Прямо мы пили. Мы все дети природы. И дети природы это лучше, чем животные. Уже доказано, что если 10% стадии поворачивают в нужном направлении, все стадо поворачивает. То есть стадо может быть, скажем так, метаться во все стороны. Да? Не важно. Это рыбы, птицы, бараны. То есть то же самое, волки. Как только 10% стадии плюс поворачивает в конкретном направлении, все стадо поворачивает. И эта универсальная модель, она действует и к людям. Если эта идея будет донесена до 10% плюс населения, то есть это уже будет повлиять на основную серую массу популяции. То есть поэтому все социопаты всегда стараются не допустить сбивания формулировки конкретных векторов, которые не соответствуют их интересам, больше 10%. Поэтому работают СМИ, создают всякие отвлекающие маневры, другие повестки дня, чтобы в обществе это не сформулировалось. Если нам удастся создать в обществе, как в украинском, так и в российском, донести эту идею о создании нейтральной территории 10+, показать все, насколько это выгодно, насколько это необходимо, то есть обеим сторонам, тогда политики будут вынуждены уже прислушиваться к этому мнению. Потому что политики всегда проводят социологические исследования, что хочет слышать народ. Да, через средства массовой информации они пытаются сформулировать себе желаемые ценности, интересы, да, то есть у населения отвлекать их внимание, но когда они проводят социологию, они понимают плюс-минус, что общество хочет. Поэтому наша задача на следующий день, первый этап, это четко сформулировать эту идею и донеси ее для других, и донеси ее как можно шире, шире. Ваша позиция понятна, Арнольд, хотя вы нас назвали то животными, то стадом, да, мы все равно продолжаем с вами дискуссию. Алексей, мне хотелось бы вас спросить, я знаю о вашей некой осведомленности все-таки, скажите, пожалуйста, у нас во власти есть люди, которые могут поддержать ваш проект? Под ковром есть, у нас же как власть. Достаточно количества? Вы знаете, это даже не важно, мы же не собираемся, люди, как правило, вот когда Арнольд говорит, есть же вооруженные силы, которые будут продолжать, но вот есть у меня и у него личные знакомые с той и с другой стороны, конкретные командиры вооруженных подразделений, ВСУ, и ВСР, да, я знаю, что эти люди говорят, когда вы начнете, мы вас поддержим, но что мне теперь все фамилии перечислить, что ли, какие-то представители власти, это будет неправильно, правильно, Арнольд? У вас же тоже есть фамилии, которые вы не хотите перечислять сразу? Мы много можем рассказать. Вот, вот, поэтому, поэтому здесь ситуация такая, кто-то должен начать и сказать, что вот, есть такая-то, такая-то программа, и начать движение в рамках реализации этой программы, не ожидая чего-то. Когда вы мне говорите про какой-то 10+, про теорию 10+, я вам хочу сказать, что 3,5 тысячи российских избирателей, которые шли на Москву в июне этого месяца, могли как бы перевесить все остальные 99,9%. Поэтому воюют же не числом, а умением. Неважно, сколько нас на первом этапе поддержит. Если даже поддержит 1% российского избирателя, это 1 миллион человек. А 1 миллион это больше, чем 3,5 тысячи, поверьте мне. Власть сейчас находится и у вас, и у нас в таком состоянии, что здесь не то, что миллион человек, здесь 3-5 тысяч могут решить вопрос в ту или иную сторону. Другой вопрос, что мы ни с кем не хотим конфликтовать. Мы говорим, дайте нам возможность опробировать вот эти возможности. Если мы покажем свою результативность, то наша линия, наше предложение, наш алгоритм пусть станет главенствующим. Но мы хотим показать его, продемонстрировать, как можно договариваться, о чем можно договариваться, каким образом договариваться, и в какие сроки. Поверьте, если мы начнем это движение, мы договоримся с Украиной, по крайней мере, с определенными людьми в течение месяца, полутора месяцев. И мы остановим то, что может произойти. А то, что может произойти, мы с вами уже обсуждали, эскалация конфликта. Когда под Новый год здесь сотни беспилотников ударят по Москве, по объектам теплоснабжения, по объектам электричества, сюда войдут какие-то люди непонятные, в непонятной форме, будут говорить, что анархия, мать, порядка. И мы с вами прекрасно знаем, что если этих людей будет хотя бы несколько тысяч, то здесь ситуация сложится, мягко говоря, критическая. Давайте не допускать этого. Давайте не стремиться к победе, к некой такой непонятной победе. Потому что мне непонятно, кто здесь может победить. Если в данной ситуации победит Украина Зеленского, это не устроит кого-то здесь. Если победит Россия Путина, это не устроит кого-то и здесь, и там. Давайте выработаем какой-то другой алгоритм, который будет являться компромиссным и устроит все стороны конфликта в той или иной степени. Мы с вами же говорили про Израиль. Там такая же ситуация, когда есть противоборство, которое никак нельзя разрешить в ту или в другую сторону. То, что хотят арабы, не хотят израильтяне, евреи. То, что хотят евреи, не хотят арабы. А у меня тогда вопрос, а кто этим пользуется? Вот как конкретно на этой ситуации? Назовите конкретные фамилии, Арнольд. Кто этим пользуется? Да хотя бы странно. Я вам расскажу одну беседу, которая состоялась очень давно, на вопрос, а почему никак не могут разобраться с террористами в этом регионе, Ближний Восток? Постоянно какие-то бои, какие-то разборки, все остальное. И человек говорит, а ты возьми вот всю эту территорию, где все это происходит, и посчитай, сколько там добывается нефти. Помножь на рыночную стоимость, и ты понимаешь, сколько оттуда выкачивается долларов. Теперь представь себе, там все спокойно, все хорошо. Как ты думаешь, сколько денег будет оставлено в регионе, и сколько уйдет из региона? Скорее всего, что 90% останутся в регионе, будут инвестиции, там все будет процветать, и только 10% уйдет за границу. А если там ведется террористические войны, конфликты постоянные, то есть показатель наоборот. 10% остается только на поддержании инфраструктуры, добычи, охрану, то есть инфраструктуру, оборудование, и 90% уходит. И как ты думаешь, почему все нефтесделки нефтесделки были в долларах долгое время? Долгое время. Если они в долларов, в какую страну они уходили? Поэтому мир, да, то есть в таких регионах не нужен. И пойми, что деньги любят тихую гамму. Есть так называемая тихая гамма в Америке, куда все это оттекает. Понятно, что у них сейчас там может начаться всякое. И мы сейчас видим, что и там проблемы. Вспомни, как было в советское время, то есть перед развалом Советского Союза был политбюро. А сейчас посмотри, что происходит в Америке. Что там не политбюро? Там сами не знают, что делать. Каждое решение все глупее и глупее. То есть на самом деле мы стоим на глобальном срезе. Арнольд, у меня тогда вопрос. То есть все-таки первично, что первично, деньги или вот эта вот религиозность, то есть мечеть Алякса? Вы понимаете, для кого как? Если мы берем для верующих, на первом месте естественно религия. А для тех, кто любит деньги, деньги. Поэтому это такой неоднозначный вопрос. Понятно, что люди, которые никогда не видели больших денег, они даже не понимают, что это такое. То есть они с детства приучены, то есть зомбированы на религию, на веру в религию. И они за веру готовы умирать, а другие даже за деньги не готовы умирать. Но деньги очень любят. То есть каждому свое. Кто-то хочет деньги, кто-то мечеть, каждый получает свое. Да? Да. А вот те, которые управляют миром, все-таки миром управляют деньги. Извините, демократия это деньги. У вас нет денег, у вас нет средств массовой информации. У вас нет денег на партию, на финансирование, на все остальное. То есть современная демократия давно превратилась в диктатуру денег. Арнольд, но это же не всегда так. Вот, например, перехват управления пока никто не купил, потому что им пока не предложили ту сумму, за которую они готовы были бы продаться. Так что есть независимые средства, массовая информация. Правда, еще раз говорю, что нет такой суммы. Это хорошо. Арнольд, надо сделать эксперимент. Эксперимент. Предложить сумму и сказать, вот смотрите, они отказались. Вы отвечаете за этот эксперимент. Сделайте им предложение, чтобы мы видели, что они отказались в прямом эфире. Как сказал один хороший священник в Латвии, любая хорошая идея в какой-то момент превращается в бизнес. То есть, да, конечно, если мы правильно разграничим, то есть, объясним и не допустим во власть социопатов, которые будут идти за деньгами, за прибыль и всем остальным, будет конкретный костяк, и частота рядов будет соблюдаться, тогда мы можем это добиться. Но социопаты постоянно будут рваться, коррумпанты будут рваться, жулики, мошенники, они все будут идти за властью, потому что власть предусматривает вас. Арнольд, а куда там их деть, социопатов? Мы же их не сожжем в пяти. Их вылечить надо, Алексей, вылечить. Тем более, мы знаем методики уже их опознавания. Виктория, разочарую, социопатия не лечится, она передается по наследству. Максимум, что вы можете, сделать социопатом, это его идентифицировать и не допускать во власть. То есть, нам надо защищать социопатов до седьмого колена, чтобы после них ничего не осталось. Не надо так жестко, Алексей, мы же все-таки в современном обществе. Если будет жесткая ответственность чиновников за собственные слова и дела, социопаты сами не полезут, потому что они понимают, что придется отвечать неизбежно. Я с вами согласен, Арнольд. Смотрите, вот многие говорят, вот там Путина никто не поддерживает. Но Путина кто-то тоже поддерживает. Знаете, как говорил дедушка Познер, если показывать задницу в прямом эфире каждый день на протяжении года, то как бы у нее будут поклонники и сторонники. А здесь же мы видим уже не год, а 20, 20 слишком лет. Поэтому я считаю, мы же как бы не должны прийти и сказать, что знаете, вот сегодня вы были, а теперь мы вас зачищаем, отодвигаем, а теперь мы. Я думаю, это неправильно. Надо дать возможность сторонникам старой системы, пусть они существуют в своем режиме, и сказать, вот смотрите, стройте тот мир, но дайте рядом с этим миром в этом же государстве построить наш мир. Если мы покажем, что наш мир более эффективен, то я вам скажу, что старый мир не продержится и минуту. И его не надо свергать, рушить бульдозером, выходить на улицы и кричать Путина, уйди. Все его сторонники и так перетекут к нам. Хоть Виктория говорит, что люди непродажные, но поверьте мне, если у нас будет колбаса дешевле, лучше, и жизнь у нас будет лучше, сторонники Путина недолго задержатся в его лагере. Вы с этим согласны? Хороший пример, идеальный инструмент. Хороший. Но опять-таки буду стараться... Да пусть стараются, Арнольд. Вот вы меня все время... Пусть стараются, флаким в руки, правильно? Кто только не старается. Пусть старается, каждый имеет право стараться. Согласитесь. Вопрос в том, чтобы объективно осветить ситуацию, потому что продажные журналисты будут рассказывать обратно. Подождите, вы вам сказали, что есть журналисты, которых пока не купили, а вы снова про продажные. Не всех журналистов пока купили, Арнольд. Не всех. Алексей, я поддерживаю все конструктивные идеи. Спасибо вам, Арнольд. А я всем говорю, что Арнольд не сотрудник Центрального разведывательного управления. Наоборот, Центральное разведывательное управление неоднократно пыталось ликвидировать Арнольд на территории Латвии. Другой вопрос, почему не ликвидировал? Это уже другой вопрос, Арнольд. Другой. Алексей, Я знаю, знаю. Чисто человеческие возможности. Я знаю, чем вы угрожали Центральному разведывательному управлению. Я про это прекрасно знаю. Поэтому меня убеждать не надо. Вы расскажите товарищам, которые нас слушают и смотрят, что ваша позиция это не позиция ЦРУ или Ми-6, или ФСБ, или БНД. Это позиция человека, который все взвесил на своих весах и пришел к определенному выводу. Правильно? Я говорю. Правильно. Взвесили, Арнольд? Или еще вешаете? Не до конца взвесили. Алексей, извини. По-моему, мы с тобой уже пуд соли съели. Я понял. Я понял. И не только соль, Арнольд. Давайте признаемся в этом. Поэтому я вам говорил, что Арнольд член нашей международной разведывательной корпорации. И мы будем продолжать делать все для того, чтобы восторжествовала новая система, которая принесет пользу всем. Да, мы это делаем для себя. Но мы открыто говорим, мы это делаем для себя, для людей, которых мы знаем, для людей, которых мы уважаем. Но если то, что мы сделаем для себя, понравится всем остальным, мы не против, чтобы остальные присоединились к нашей системе ценностей. Вот и все. Спасибо, друзья. Думаю, достаточно на сегодня раскрыли. Спасибо, товарищи. Я знаю, что многие недовольны. Многие говорят, что вот они нам что-то рассказывают, сказки. Это правда. Мы рассказываем то, что видим сами, непосредственно. Но жизнь, она многогранна. Когда мне говорят, что на референдуме в Донецке люди шли радостно, улыбаясь. Я вам скажу, были и другие примеры. Было и так, и так. И наша задача сделать так, чтобы и тем, и другим было комфортно. Потому что, чтобы людей нерадостных не было. Если мне комфортно ехать на осле, не заставляйте меня ехать на верблюде. Дайте мне возможность ехать на моем осле. Вот и весь вопрос. Если мой осел понравится кому-то еще, пусть он тоже имеет возможность ехать на моем осле. И я думаю, от разнообразия мнений выиграют все. А тогда люди смогут выбирать между алгоритмами, которые они увидят. Если то, что мы реализуем, реализуется более эффективно, они выберут наш алгоритм. Мы против не будем. Если они скажут, что то, что делает Владимир Путин со своей системой, им ближе, пусть они остаются в этой системе взаимоотношений. Спасибо. Арнольд, и есть что-то донести до наших зрителей? Такое же пламенное. Ну, я думаю, так. Думающие лучшие представители объединяются. Мне постоянно жена спрашивает, а что ты борешься за эту серую массу? Они же пассивные. Я говорю, ты знаешь, я борюсь не за серую массу, я борюсь за лучшую часть общества. Они тоже часть общества. Арнольд, мы зеленая масса, а Виктория вела серый свитер только по случаю. Не потому, что она серая масса. Она все-таки, у нее под свитером не серая масса. Но она же борется за то, чтобы всем было хорошо, правильно? Это верно. Она старается. Но она понимает, что когда всем будет хорошо, ей будет хорошо. Все правильно. Поэтому не надо исключать нас из общего процесса. А то вы говорите, что всем хорошо, а нам что? Нам тоже должно быть хорошо. И нам в первую очередь, а потом как бы всем остальным на нашем фоне. Алексей, Арнольд не договорил. Давайте, договоритесь, Арнольд. Лучшие люди объединяются. Да, задача тяжелая, но только идущий пройдет, только делающий сделает. Поэтому работаем. Спасибо, Арнольд. Друзья, мы доносим до вас мнение осведомленных людей и хотим в ответ услышать не истерики, а решения. Спасибо. Смотрите нас, пишите комментарии. На этом все, друзья. Спасибо, товарищи. Мы вас всех любим, но каждого по-разному. Спасибо. Спасибо. Арнольд сказал, девочка могла погибнуть, но нашли выход, и она выжила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.